Всем привет! В современном мире стандартные ноутбуки теряют свои преимущества в плане мобильности. Таскать с собой тяжелый ноутбук в сумке крайне неудобно. Гораздо удобнее использовать планшет. Он легкий, тонкий и оснастив его клавиатурой, может полностью заменить ноутбук. Давайте же рассмотрим три лучших планшета на Windows, которые можно найти в Китае. И открывая тройку лучших, Cube i9. Он имеет тонкий корпус, изготовленный из магниевого сплава, что придает планшету премиальный вид. Сборка на хорошем уровне, ничего не люфтит и не скрипит. i9 имеет 12,2 дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей, с хорошими углами обзора. В него установлен процессор Intel Core M3, оснащен 4 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной. Подобно тому, как было сделано в планшетах Surface от Microsoft, сзади встроенная подставка, которая фиксируется в двух положениях. С такой начинкой с комфортом можно работать в фотошопе, монтировать видео или даже поиграть в не очень требовательные игры. К примеру, Dota 2, CS GO и World of Tanks показывают в среднем 30 фпс. В Coupe i9 установлены два громких стереодинамика, но качество звука на низком уровне. Обе камеры, установленные в планшет, не радуют качеством, но для видеоконференции вполне достаточно. В данный гаджет установлена довольно скромная батарея на 5000 мАч. В щадящем режиме заряда батареи хватит где-то на 4 часа. В целом, это хороший, недорогой, но производительный планшет, в котором немного огорчает время автономной работы. Средняя стоимость Coupe i9 в Китае 450 долларов. Клавиатура к нему обойдется в 60 долларов. Все ссылки на данные планшеты и комплектующие к ним я оставлю внизу в описании под видео. Вторую строчку занимает планшет с очень похожими характеристиками – Teclast X3 Pro. Корпус планшета выполнен из пластика. Сборка на хорошем уровне, ничего не гнется и не скрипит. Диагональ дисплея данного планшета составляет 11,6 дюймов. С IPS-матрицей и разрешением Full HD, с хорошими углами обзора. К минусам можно отнести отсутствие олеофобного покрытия. Экран очень маркий и собирает на себя все отпечатки пальцев. В планшет установлен процессор Intel Core M3, 8 гигабайт оперативной памяти и 126 на встроенном накопителе. Такая начинка позволяет комфортно использовать планшет для практически любых задач. Что касается игр, то вполне комфортно можно играть в World of Tanks, CSGO и другие не очень требовательные игры. Но в первую очередь это рабочий инструмент, а не игровая станция. Звук в планшете не очень хороший, динамик довольно тихий. А вот что порадует, так это установленная батарея на 9000 мАч. Позволяет планшету работать довольно долго без подзарядки. Стоит также отметить, что планшет имеет два порта USB 3.0, полноразмерный HDMI и разъем для наушников. В итоге данный планшет получил производительный процессор, аж 8 гигабайт оперативной памяти, достаточно разъемов для подключения периферии и неплохое время автономной работы. Но он также не лишен недостатков, таких как плохой звук и марки экран. Стоимость данного планшета на китайских площадках составляет порядка 500 долларов. Клавиатура к нему обойдется всего лишь в 37 долларов. Ну и абсолютным победителем становится новинка от известной китайской компании Huawei MateBook. Он оставляет далеко позади всех своих земляков. Толщина MateBook всего лишь 6,9 мм. Корпус полностью изготовлен из металла. Без преувеличений данный планшет выглядит премиальным. Экран Huawei MateBook очень яркий, имеет диагональ 12 дюймов и разрешение 2160 на 1440 пикселей с отличными углами обзора. Начальная модель имеет процессор Intel M3, 4 гигабайта оперативной и 128 встроенной памяти. Десятый Windows работает очень быстро. В плане игр ситуация схожая с конкурентами, можно вполне комфортно поиграть в не очень требовательные игры. В MateBook установлены два динамика, звучание которых вполне достойное. Также на качельке переключения громкости находится сканер отпечатков пальцев. Ввиду тонкого корпуса, аккумулятор не самый большой и имеет 4430 мАч. Но благодаря хорошей оптимизации, показывает отличное время автономной работы. При средней нагруженности, планшет проработает до 5 часов. Вот что огорчает, так это наличие лишь одного разъема USB 3.0 Type-C. А если вам нужно подключить несколько устройств, то необходимо докупать довольно громоздкий переходник. В заключении можно сказать, что MateBook это производительный планшет с отличным экраном. И в целом выглядит дорого. Впрочем и стоит он так же. Начальная комплектация обойдется в районе 800 долларов. Клавиатура около 150 долларов. К слову, клавиатура здесь очень качественная. Также имеет подсветку и защиту от брызг. Все ссылки на данные планшеты и комплектующие к ним я оставлю внизу в описании под видео. На этом все. Пишите в комментариях, какой планшет понравился вам больше всего. Также не забывайте прокачать свою YouTube карму путем лайка и подписки на канал. Удачи вам и хорошего настроения. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok